Если все известные способы знакомств не работают, как вариант, можно обратиться в брачное агентство. Кстати, 12 февраля профессиональный праздник тех, кто помогает другим найти свою вторую половинку. Кто сегодня обращается к свахам и какие требования друг другу предъявляют потенциальные женихи и невесты, об этом гость программы. Галина, здравствуйте. Поздравляю вас, конечно же, с профессиональным праздником, День брачных агентств. А у вас и вовсе двойной праздник, еще день рождения сегодня. Поздравляю, поздравляю. Спасибо, Гулия, огромное. Скажите, пожалуйста, кто сегодня обращается в брачное агентство? Сегодня в брачное агентство обращаются абсолютно все. Это категория людей, которые исчисляются возрастом, допустим, от 25 и до 75. Но больше всего людей каких? Какого возраста? Больше всего людей, конечно, среднего возраста. Это такие же опытные. Да, да. А правда, что вы в большинстве своем работаете с людьми старшего возраста? Да, я работаю с людьми 45 и плюс. Ну, может быть, 40 еще. Почему? Потому что мне с ними интереснее, они более ответственные, они более серьезные. А молодые не ответственные и не серьезные? Нет, они тоже ответственные и серьезные. Но я их меньше понимаю. А обращаются кто больше, мужчины или женщины? Больше обращаются женщины. Сказать, что мужчины обращаются меньше, я тоже не могу. Но больше женщин, которые оставляют свои анкеточки и хотят, чтобы их рассматривали. А требования какие предъявляют? Требования предъявляют, ну, стабильные такие. Ну, например? Да, материальные в основном. А, всё-таки больше материальные. Да, материальные. А хотелось, чтобы человека рассматривали, то есть мужчину или женщину рассматривали именно духовно. Есть ли у вас общее что-то, объединяет ли вас что-то общее, есть ли у вас общие интересы. Вот это должно больше как-то интересовать людей. Не то, что там квартира, дача, машина, стройная фигура, красивые волосы и глаза, и чтоб не курил. Да, можно подумать, от этого зависит его семейное счастье. Если бы, да? Да, если бы от этого зависело семейное счастье. А какие ошибки чаще всего совершают женщины и мужчины? Вот то, что они к вам приходят, вы смотрите и понимаете, ой, ты туда же, на эти же грабли. В анкеточках пишут, там есть графа, такое особое пожелание, пишут, без усов, чтобы не водолей, чтобы там не лев, не кто-то еще, чтобы он был без очков, ну, я уж не говорю о том, что... Без здорового, подбородка и... Да, 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 да. Ну, без пузика, естественно. Без пузика, да. На самом деле, эта женщина как-то, вот знаете, коробит несколько. А пары, которые в агентство приходят и которые друг друга находят, они, правда, стараются не афишировать этого? Что они друг друга нашли благодаря услугам брачного агента? Айгуль, совершенно правильный вопрос, который вы сейчас задали. Действительно, такая тенденция есть. Если, допустим, даже мои подруги, которых я познакомила в своем агентстве, они мне лично наказывают, если мы где-то находимся в одной компании, не-не, что мы через агентство познакомились, чтобы нет. Есть такое, что, может быть, стесняются, может быть, что... Я не знаю, что такого, если ты познакомился в агентстве, если ты обратился к специалистам, и тебе нашли свою вторую половинку, да это же счастье, это радоваться надо. Когда мы должны для себя понять, что пора в брачное агентство? Когда, видимо, уже используются все ресурсы, то есть и родственники, и знакомые, и близкие, и вечеринки, и клубы, и тусовки, когда не получается. Действительно, уже тогда, наверное, надо задуматься о том, что время, оно не идет, оно просто летит, и нам кажется, что оно придет, оно только уходит, и время уже очень много потеряно. Вот тогда, наверное, надо все-таки обратиться к специалистам. Спасибо вам за любопытную беседу и, конечно же, удачи в таком тонком и щепетильном деле. Спасибо, Айгуль.